всем привет с вами снова я ирина спасибо что вы со мной на моем канале смотрите мои мастер-классы сегодня мы будем рисовать вот такой ирис и рис мы будем рисовать акварельными девочки красками невская палитра этот дизайн можно отнести к скетчу он рисуется очень быстро и легко рисовать мы будем я сказал акварелькой кистями мы будем я купила новые кисти на пробу мне очень они понравились ими хорошо рисовать как гель-лаками так гель-красками и акварельными красками очень хорошо рисовать тоненькие такие очень удобно рисовать и даже стричь не надо я подготовила красочку подготовила типсу как я подготовила я перекрыла белым цветом просушила первый слой вторым слоем я перекрыла снова белым цветом гель-лаком и несу не сушила а присыпала акриловой пудрой хорошо обильно а затем все просушила вытерла салфеткой хорошо чтобы чистенько было и у нас получился как акварельный лист бумаги если я бы заинтересовал оставайтесь со мной на моем канале будем рисовать вот такой дизайн ну что приступим к нашему дизайну я подготовила красочку уже намешала пока говорила все у меня высохло намешала сепи и нейтрально черный чтобы получился мне такой цвет как простого карандаша почему я так сделала потому что все передает коричневый цвет нейтрально синим такую синего и вот я решил что то есть среднем взять беру кисть вот этот девочки очень дешевая кисть 80 рублей она стоит она не очень понравилась недорогая и удобно ею рисовать набираю кисть девочки как я рисую я набираю красочку вот эту водичку на кисть развожу ее посильнее и рисуя не лежаво так а именно стали перпендикулярно и рисую чисто кончиком девочки сейчас я начну рисовать и вы поймете девочки красочка тут быстрыми сохнет под лампами но постараюсь нарисовать с чего мы начинаем мы сначала даем направляющие нашему цветку то есть вот эту линию эту тренинг как будет располагаться у меня цветок вы девочки все зависит направление вашего цветка от направляющих вы смотрите сами как вы хотите расположить этот цветок девочки вы не повторяете за мной а рисуете сами лишь бы было что-то похоже напоминающие пусть отдаленно напоминать это будет ваш дизайн потому что когда начинаешь за кем-то повторять на своем опыте я заметил ничего как всегда не получится начинают теперь лепестки я вот закрыла вот эта коробочка или как она там называется я не знаю девочки и начинаю рисовать или сначала я нарисую маленький наш лепесток небольшой не рисую потом большие рисую вот как вы видите свое воображение так и рисуете чуть-чуть умеет я решила то сделать как бы закрытый листик или подогнутые нижние лепестки и с этой стороны эти девочки я рисую чисто кончиком и красочку я набираю почаще может еще вот так сделать чуть-чуть хочу чтобы ты немножко загнулся вот теперь мы нарисуем здесь еще как будто цветочек у нас лепестки выглядывают так девочки красочку меня подсыхает я извиняюсь я добавляю водички видите здесь очень тонко получается линия другой листик так можно какие-то элементы дать пусть тут так выходит сильно мы чуть-чуть нажали она видите разошлась ничего страшного я вот так нарисовала лист вот такие направляющие как располагается цветок верни лист так как идет лист я вот так у девочки дугой и провожу нужно здесь вот так дать стебель как будто идет тоже дать наш цветочек вот такой рисуем вот как наша фантазия видит как мы рисуем нарисовали теперь мы нарисуем наши прожилки давайте сначала я беру теперь посильнее развожу водичку что такая слабенькая была ведет прозрачная почти и наношу вот девочки кончиком на себя вот как бы тяну как вот вам объяснить нарисовать вот вот беру вот девочки вот так вот кладу девочки так боком и на себя вот вот такими вот штрихами чисто кончиком на салфетке конечно не получилось не вам пока здесь вы поймете вот видите я приближу я на кончик набрала вере я набрал полностью на кисть но рисовать буду кончиков чуть-чуть прижму и как бы водичку перегоняя на себя видите что получилось теперь мы еще чуть-чуть добавим погуще красочку и снова то же самое повторим только уже кисть не так сильно нажимаем на себе нить я как бы притаптывая вот что у нас получилось даже вот так можно еще посильнее тут вот теперь мы немножечко здесь затем не разбавили водичку не сильно прожилки поставим снизу здесь дадим несколько прожилок сверху немножечко не ровно девочки а немножко под дуге как бы с наклоном намечаем листик так девочки красочка у меня высохла сейчас немножко разбавлю ее конечно тут надо почаще разбавлять и начинаю рисовать прожилочки одну мы ставим длиннее остальные можно чуть-чуть покороче остальные можно чуть-чуть покороче мы потом еще немножко добавим их если надо снизу вот как у нас идет лепесток так мы видим прожилки маленькие маленькие так здесь тоже чуть-чуть протянули и маленькие сверху чуть-чуть маленькие вот что у нас получилось можно немножко снизу усилить чуть-чуть с этой стороны так сильно не надо много здесь мы тоже сделаем так вот в эту сторону чуть-чуть вот здесь тоже чуть-чуть покажем здесь прожилочки пустим все делаем девочки кончиком кисточка тонко очень хорошо получается тоже снова делаю водичку такую можно для объема вот эту веточку тоже сделать на себя тянем кончиком чуть-чуть как тут можно посильнее как-то где-то рисовала ветку тоже посмотрите там все подробно как растушевать тоже все видно если вы здесь что то не поймете теперь мы берем делаем штрихи как мы в девочке делаем вот эти вот штрихи мы делаем мы делаем вот как у нас располагается цвета как бы запятую вот ставим чтобы за счет этого получился у нас объем убираю красочку и кончиком кисти начинаю сверху где-то длиннее где-то короче теперь еще раз пройдусь чуть-чуть покороче сверху посильнее так как от листочков подойти вот видите у нас что получилось у нас получилось как будто объем такой круг теперь с этой стороны чуть-чуть обведу водички надо побольше набрать поплотнее сделаю этот край девочки подождите водички но так он очень быстро рисуется и снова чуть-чуть усиливаю вот так и здесь тоже я хочу такие же штрихи тоже делаю полукругом создавая объем маленькие такие точечки как бы чуть-чуть еще также пройдусь вместе вот так снизу тут еще хочу чуть-чуть этот листик с нижней затемнить хочу поставила точку и теперь я чистой кистью растушую и тут я сделаю прожилку вот что у нас получилось ну что теперь мы будем разукрашивать я подготовила бирюзовый и розовый вот я захотела такими цветами снова добавляю водичку и розовый девочки даже кисточку не мыла я вот там и там пополоскала ничего страшного теперь я беру девочки кисть чуть-чуть побольше потому что это слишком тоненькая вот такую кисть троечка что я делаю буду теперь закрашивать наши листики что я могу вот тут вот поставлю точку что этот маленький промыла кисть и и растушевала девочки но как раз на нет снизу побольше а сверху уходит на нет чуть чуть светлее так все может потом мы добавим хочу вот этот листик тоже сделать бирюзовый поставила точку чуть-чуть растушевала промыла кисть теперь она у меня влажная чистой и растушевываю на нет наверно на камере не видно пока не высохла девочки еще ставлю точку промывая кисть и растушевываю по мокрому вот так у нас получилось этот листик надо еще тоже чуть-чуть добавлю тянем потихонечку на себя создавая как будто прожилочки если что-то у нас не получится мы добавим еще прожилочки здесь я сделал розовый цвет и растушевываем на нет чистой кистью здесь у нас как будто загнуты листики оттуда не захожу пока у меня влажный добавляю я еще раз красочки погуще и снова по мокрому растушевываю видите красочка сама ложится не надо закрашивать ничего вот так у нас получается это получается наподобие скетча вот этот я еще хочу сделать такой же цветом немножко видите я каплю поставила промыла кисть и теперь растушевываю и снова растушевываю и снова растушевываю вот так все мы можем наш цветок больше не трогать пусть там будет вот такой останется лист вот такой останется лист здесь тоже можно сделать розовый а бирюзовый взял ну ладно пускай будет бирюзовый и растушевываем растушевываем на нет видите она на нет ушло там даже может белая вот бы девочки смотрите эти как добавляем еще чуть-чуть бирюзового чтоб глубину показать снизу и растушевываем красочка сама идет пусть немножко подсохнет здесь я снизу сделаю бирюзовый и так все растушевываю наверх если вдруг много красочки я все сгоняю вниз добавляю что по мокрому здесь это за счет этого получается как бы прожилки что ли какие-то там на видео я показать вам не могу девочки знаете что взяла тоненькую кисточку я забыла вот тут тоже сделать вот так ну чтоб объем немножко создать в принципе он маленький вот так ничего страшного мы сделали такое чуть-чуть растушую вниз чуть-чуть добавлю видите сейчас смотрите у нас сама пойдет красочка здесь еще не высохла видите сама идет вот что у нас получилось теперь мы можем девочки взять посильнее по насыщеннее цвет чуть-чуть беру изум кто называет изумрудную кто бирюзовую по насыщеннее и чуть-чуть добавлю в прожилки вот так где тут еще нарисовал и так же я розовую возьму чуть-чуть добавлю вот и здесь дички не обязательно все разукрашивать вот мы чуть-чуть нарисовали разукрасили эти пускай так и будет более интересно получается ты чего тут чуть-чуть вот так чуть-чуть все у нас девочки дизайн готов больше ничего не надо если не остановиться вовремя у нас как всегда получится это я по крайней мере по себе знаю теперь мы девочки хорошо подсушим этот дизайн ну вот тут еще чуть-чуть мне охота чтобы объем чуть-чуть ну что подтягиваем глубину я хочу показать что наш цветочек там возьму побольше кисточку чуть-чуть вот так вот 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 и вот тут все наш дизайн готов так больше ничем рисовать не будем ну если хотите ну я же говорю мне надо останавливать так ладно девочки все вот что у нас получилось вот такой дизайн смотрится очень хорошо девочки его можно перекрыть так как мы рисуем на акриле можно перекрыть сразу матовым топом и все будет держаться если вы боитесь вы можете перекрыть глянцем а потом перекрыть матовым топом но такие дизайны мне нравится честно говоря подматываем топом сейчас я перекрою матовым топом и не просушим посмотрим да он тоже будет смотреться красиво но все таки под матовым топом он больше напоминает акварель вот смотрите что у нас получилось вот она тоже в принципе красиво подсушиваем до полной полимеризации вот такой нежный дизайн девочки у нас получился вот такие то если вам понравилось видео ставьте класс подписывайтесь на мой канал будет много интересных разных мастер-классов всем пока-пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok